Трамп оставил курдов. Тайвань следующий. В Тайване выслушали объяснение американского президента о причинах, по которым США оставили курдов. Трамп говорил, зачем Вашингтону вмешиваться. До террористов 7000 миль от Америки. Никто из американцев не пострадал. Также не забыли слова американского президента о том, что курды не помогали американцам в Нормандии. Имеется ввиду высадка в Нормандии во время Второй мировой. В Тайване тут же вспомнили, что от США до их острова 7800 миль. В высадке в Нормандии они тоже не участвовали. Да и самих тайванцев немногим более 23 миллионов, а курдов почти в два раза больше. Стоит также помнить, что Китай тоже далеко не Турция. Экономически Китай на порядок сильнее турков, а количество населения и армейских соединений вероятно самое большое на планете. Пугает тайцев и то, что совсем недавно состоялся незашифрованный телефонный звонок между Трампом и Си Цзиньпином. И буквально сегодня стало известно, что дочь китайского лидера возвращается в США, где продолжит обучение в Гарварде. Эксперты из Тайвана считают, что атака Китая на Тайвань, особенно с молчаливого согласия США, потрясет Восточную Азию. Это заставит азиатских союзников Соединенных Штатов от Японии и Южной Кореи до Филиппины и Австралии заподозрить Вашингтон в том, что собственные интересы для США важнее мировой демократии и ободрит Северную Корею. В случае успеха вторжение Китая сокрушит азиатскую демократию и продвинет военно-морские интересы Китая далеко на западную часть Тихого океана, создавая основу для господства Китая в регионе на долгие годы. Мы не считаем, что США будут сдавать свои интересы. Америку прежде всего интересует экономическое благополучие, а Тайвань – удобный козырь в переговорах с Китаем. Несмотря на то, что обе сверхдержавы вводят друг против друга всяческие пошлины и санкции, разговоры о военных действиях не имеют под собой никаких вразумительных фактов. Китаю тоже Тайвань не особо нужен. Это американцы прекрасно понимают. У Китая неразрешимые проблемы с уйгурами, кризис в Гонконге, новые волнения, войны, беженцы и хаос. Китаю ни к чему. Но Китай не хочет потерять лицо, потому риторика останется недружественной в сторону Тайваня. И иногда китайские военные будут провоцировать тайцев. Впрочем, не переступая черту. Что касается США и Курдов, некоторые эксперты полагают, что это был такой хитрый план Трампа, вследствие которого будет основан Курдистан. Не считаем это мнение невероятным. Курдистан стал бы противовесом Турции, а из-за влияния США был бы также сдерживающим фактором для Ирана. Беспокоиться стоит не Тайваню, а таким союзникам США, как Украина в ее нынешнем виде. Украина стала токсичной для американских дипломатов. Она уже не является предметом торга или сдерживания России, но продолжает выпрашивать деньги, с которыми капиталисты очень нерадостно расстаются, не видя перспектив. Об отношении США к Украине я напишу в одной из ближайших статей. Сразу могу сказать одно. Все очень печально. Сергей Лебедевник, Лохматый, специально для Пикинформ. Трамп оставил Курдов. Тайвань следующий. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...